В Чувашии не смогут собрать столько урожая, сколько планировали. Засуха скорректировала планы и уже скосила часть урожая. Чем чревато это для республики и не будет ли повторений 2010 года? Об этом мы поговорим сегодня с министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Павловым. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. Ну вот 2010 год запомнился аграрием надолго. Тогда из-за природных катаклизмов погибло 164 тысячи сельхозкультур и ущерб составил где-то около 6 миллиардов рублей. Стоит ли ждать повторения? Ну конечно, 2010 год нам запомнился надолго и действительно это была очень сложная засуха, очень тяжелая засуха, которая принесла колоссальный ущерб. Сегодня было заседание правительской комиссии по чрезвычайной ситуации, на которой был рассмотрен как раз вопрос введения режима чрезвычайной ситуации в Чувашской республике. Но при этом хочу отметить, что все-таки ущербы, они в разы отличаются. И на сегодняшний день пока по предварительным данным, по данным в основном четырех районов, которые были зафиксированы наиболее сложные условия, это Яльческий, Комсомольский, Батышский, Шамушинский районы, ущерб составляет более 700 миллионов рублей. Но это уже чрезвычайная ситуация республиканского масштаба, поэтому было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по становлению правительства Чувашской республики. В общем, пострадали-то районы, те, на которые всегда возлагались очень большие надежды. Да, действительно, вот в этих районах производится 35 процентов где-то зерновых культур, также и картофеля. Ну, хочу отметить, что остальные районы также есть пострадавшие, но их ущербы, скажем, разные от предприятий предприятий. Потому что этот год, он был такой, что если в мае осадки были, в принципе, в целом по республике где-то 35-50 процентов от нормы, в июне в некоторых районах также где-то 35-50, а в некоторых районах около нормы. И дожди были локальные, и в одном и том же районе есть предприятия, которые больше пострадали, а другие меньше пострадали от засухи. Но в целом, конечно, высокого урожая мы ожидать в этом году не можем. Ну, вот что значит введение чрезвычайной ситуации в республике? Во-первых, это мобилизация средств и сил для того, чтобы выполнить основные такие задачи. Это, во-первых, обеспечение кормами сельхозяйственных животных, обеспечение комбикормами птицефабрики, свинокомплексы, обеспечение элеватор зерном для изготовления муки, для того, чтобы у нас всегда, скажем, на прилавках был хлеб. Вот это основная задача, наша задача. Ну и еще один момент – это, чтобы сохранение устойчивого финансового положения сельхозтоваропроизводителей. То есть финансово поддержат наиболее пострадавшие хозяйства? До прямой поддержки говорить еще пока рано, но я хочу сказать, что уже на уровне республики было принято определенное решение. Это, в частности, мы на 40 миллионов пролонгировали выплаты кредитов, бюджетного кредита Чуваш-агролизинга. И, соответственно, предприятия, которые попали в засуху и представят документы, акты, подтверждающие то, что у них было чертянной ситуации, у них зафиксированы потери урожая, то для этих предприятий будут продлены выплаты по лизингу. Также при предоставлении актов будем обращаться и в банки для того, чтобы продлить кредиты по выплату кредитам. Потому что все-таки если и прямые затраты пока ценятся только где-то 250 миллионов рублей, понесенные сельхозтовопроизводителями, но это я же говорю еще раз, это по четырем районам. Но после ведения чрезвычайной ситуации, я думаю, что и другие районы у нас будут предоставлять акты, подтверждающие, что они понесли убытки. И хоть это небольшое, но я считаю, что предприятия, они теряют объем продукции, которые могли бы продать. Все-таки это скажется засухой и на ценовой ситуации всего с продукцией. То есть все-таки обязательно подорожание будет? Овощей, зерна? Цены на овощи и картофель, они в прошлом году были, можно сказать, унизительно низкими для сельхозтовопроизводителя. И я считаю, что резкого такого подорожания не будет, но небольшое подорожание, которое будет, ну, как сказать, компенсирует какой-то затраты сельхозтовопроизводителю с учетом засухи, я думаю, что оно произойдет. Что касается зерна, то вы знаете, что прошлый год тоже был сложный для в целом по Российской Федерации. Вы знаете, что был собран чуть больше 70 миллионов тонн зерна. И это все сказалось на ценовой ситуации. И мы помним, что зерно фуражное доходило до 12 рублей, когда в десятом году эта цена была только всего 10. И поэтому на сегодняшний момент, что она еще больше взлетит, конечно, навряд ли, потому что южные регионы неплохой урожай собрали. Уже по данным Краснодарский край закончил уборку и свыше чем на миллион тонн больше зерна собрал. Ну, хотя южное зерно, к сожалению, к нам, наверное, не доходит, больше уходит на экспорт, но в любом случае это в целом будет удерживать цены. И на сегодняшний день цены, они, как сказать, для мукомольных предприятий чуть ниже даже, чем были зимой. Мы предполагаем, что у нас будет собрано где-то 430 тысяч тонн зерна. Это все-таки, я думаю, что будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы собрали 411 тысяч тонн. То есть своего урожая нам фактически не хватит? Нам придется из каких-то регионов завозить? И в этом году действительно мы завозили, в основном это продовольственное зерно, ну и зерно, вот особенности крупным птицефабрикам и свинокомплексам. К сожалению, в этом году это будет необходимо и в этом году. Тем более, что наши соседи также попали в засуху. Это и Татарстан, и Ульяновск. Поэтому нужно будет работать более, ну, с другими регионами. Ну, вот и хотелось бы узнать еще, урожай был застрахован? Особенно вот в тех районах, которые особенно пострадали от засухи. Конечно, весь урожай у нас не был застрахован, но мы ежегодно страхуем около 60% урожая. Но, к сожалению, вот система страхования, она все-таки не позволяет полностью покрыть затраты сельхозтовопроизводителей. И зачастую выплаты все-таки сводятся только к выплате страховой премии, которую выплачивает сельхозтовопроизводителей. Но в этом году лимиты на страхование урожая с государственной поддержкой меньше, чем в прошлом году. Поэтому многие у нас не смогли застраховать свои посевы. То есть потери будут существеннее? Потери будут более болезненные, чем раньше. Хорошо, как быть? Что сейчас можно вообще сделать? Но сейчас наша задача – это чтобы сельхозтовопроизводители подготовили акты и предоставили нам сюда, в Минсельхоз. Мы подготовим реестр и отправим эти акты в Минсельхоз Российской Федерации для подтверждения, что пройдут экспертизу. И после этого, скажем, зафиксируют то, что у нас произошло, как это делали в 2010 году. Вообще всего на сегодняшний день, по нашим данным, где-то 15 регионов Российской Федерации уже говорят о потере урожая и вводят режим чрезвычайной ситуации. Но я думаю, что и как в прошлом году, как и в 2010 году государство может принять решение и оказать какую-то поддержку. – Более существенную? – Более существенную. Именно прямые субсидии. Надеемся, в 2010 году это были бюджетные кредиты субъекту для выделения субсидий. Надеемся, что какую-то помощь такую мы тоже в этом году сможем получить. – Вообще страховка возможна при условии, если 30% урожая потеряно, так? – То есть выплаты по страховому случаю предусмотрены только после того, как 30% урожая потеряно. Ну и еще страховые компании, они же, правила страхования очень сложные, и выплаты происходят только после того, как сдадут окончательный отчет по уборке урожая, это 29 СК, это практически к концу года. То есть большой разрыв, и предприятия здесь тоже несут уже сейчас, скажем, потери, и сейчас нужно там приобретать корма, а когда нет денег, это будет сложно. – Ну какие-то изменения вот на этом фронте будут, потому что такая же аналогичная ситуация не только в Чувашии и в других регионах, так же жалуются о короле. – Минсельхоза России и правительство Российской Федерации очень активно обсуждается вот это закон о сельхозстраховании, но пока существенных изменений там в нем, к сожалению, вот реальных, для того, чтобы это была вот реальная поддержка, пока вот очень тяжело идет. – Ну вот 10-й год показал, что у нас не лады системы орошения. – У нас были приняты правила выделения субсидий на приобретение миоративной техники, и всего более 100 единиц закупленной миоративной техники. Особенности это большое количество было в 2011 году, где мы практически до конца освоили субсидии. Но вот 2012 год уже из 25 миллионов рублей сельхозстрахового производителя освоили только всего 6 миллионов рублей. То есть мы выплачивали 30% от стоимости от трат, и интерес сразу пропал. Но я хочу сказать, что у нас разработана программа развития мелиорации, и мы ее уже второй год предоставляем на конкурс в Министерстве хозяйств Российской Федерации. В рамках экономически значимых программ в прошлом году, к сожалению, наша программа не была поддержана, но в этом году нашу программу поддержали, и нам будет дополнительно выделено 19,4 миллиона рублей, и мы будем выплачивать уже не 30%, а 50%. И я думаю, что интерес у сельхозстрахового производителя это вызовет боли большей, потому что затраты, конечно, на орошение, они приличные, серьезные, но они себя оправдывают. Хотя у нас возможность, где-то около 4 тысяч гектаров уже можно орошать, но орошаем где-то 1200 на сегодняшний день. Любопытно, а кто закупал вот за эти два года поливочную технику, мелиоративную технику? Это вот можно отследить в каких районах? Это южные районы или какие-то другие? В основном закупали, конечно, вот фермеры. Вот как ни, скажем, может быть, парадоксально в плане того, что мы считаем, что крупные организации, они имеют больше возможностей. Оказалось, что частники, фермеры, они умеют считать свои деньги, и чтобы минимизировать свои риски, все-таки идут на это. И это здорово, я думаю, что, ну вот, неплохо у нас Козловский район, Комсомольский район поливает, Батерский частично, Вурнарский, ну и ряд районов. Но вот надо активизировать, конечно, нам. Я думаю, что вот программа, то, что мы будем субсидировать не 30, а 50, еще больше стимулирует, подстегнет. И еще у нас подходит период, когда нужно уже сеять озимые. В этом году как? В 10-м году сеяли, можно сказать, в золо, как это в поговорке, сей в золо, но в пору. И 2011 год озимые частично погибли. В 2012 год сеяли, вот в прошлом году сеяли мы, конечно, очень было влажно, тяжело сеяли, поэтому площадь не выполнили. Но озимые в этом году сохранились. И показали, что все-таки озимые сеять надо, потому что они все-таки более, больше используют весеннюю продуктивную влагу. И на этом они позволяют, скажем, сформироваться урожаю и защититься от засухи. Тем более, все-таки, так или иначе, вот уже сколько лет подряд, засуха, она присутствует. Даже и в прошлый год лето было довольно-таки жаркое, а август уже был дождливый. То есть, перед вегетацией нехватка влаги, она ощущалась. И поэтому озимые, я считаю, что это основа наша. Самое главное – соблюсти технологию. То есть, зачастую мы не соблюдаем все оборот, не протраиваем семена, а сеем свежими семенами и говорим, что у нас погибли озимые. Кормов хватит нам? Мы говорили о том, что нужно запасаться на 2 года, на 3 года вперед. Что касается кормов, то, в принципе, первый укос на голядьих трав, он был неплохой. И грубые, сочные корма у нас изготовили где-то 15,6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Это неплохо, это выше, чем в прошлом году. На эту дату. Плюс есть запасы. То, что 2010 год был сложен, все-таки для сельхозпроизводителей это подстегнуло. И действительно сделали неплохой запас. И сейчас в наличии у нас и на продажу в сельхозорганизациях имеется корма. Как Сенаш, так и Силос. По районам, которые наиболее пострадали, это Батрио, Комсомольские районы, Яльчики, которых второго укоса, скорее всего, может и не быть. Для них, скажем, у нас есть, ну, сейчас организовали баннер на сайте Министерства сельхозяйства, где есть предприятия, номера телефонов, которые готовы либо продать корма сена или Сенаш, либо предоставить травостои для того, чтобы предприятия сами заготавливали. То есть дефицита кормов, грубых, сочных кормов быть не должно. Не как в 2010 году, когда мы завозили тюксенов за 3000 рублей и покупали. Сергей Владимирович, еще хотелось бы уточнить, вот одна из тоже основных проблем не только нашего региона, это введение земель залежных, да, в оборот. Как у нас сейчас обстоят дела? Республику за это критиковали со стороны очень сильно. Смогли увеличить площади? Что касается увеличения пассивных площадей, то пассивные площади у нас в этом году к уровню прошлого года увеличились, но незначительно, конечно, на 5000 гектаров где-то. Это во всех категориях хозяйства, но при этом хочу сказать, что мы увеличили более чем на 11 тысяч гектаров в сельхозорганизациях. Все-таки в растеневодстве сельхозорганизация большую долю занимает, в особенности зерновых, а зерновые увеличили вообще на 18 тысяч гектаров. Это неплохой показатель, я считаю, тем более вот с учетом засухи мы прогнозируем именно увеличение к уровню прошлого года только за счет того, что мы увеличили площади, а на за счет урожайности. Но, к сожалению, все-таки у нас земли необрабатанные остаются еще. Сколько еще? Сейчас у нас свыше 30 тысяч гектаров, но вот в августе месяце комиссия по мониторингу будет выезжать каждый район и еще раз оценит, насколько правдивы эти цифры. Но, кроме этого, конечно, мы работаем с предприятиями, инвесторами, желающими вырабатывать землю не так много, но они есть. И процесс, конечно, передачи земель сейчас идет очень сложно. Если буквально там 6-7 лет назад можно было сказать организации или фермеру пошли здесь, то сейчас на это никто не идет, потому что пока не будет официально оформленный документ, это большие риски для сельхозпроизводителей. Если это правильно, я считаю, просто здесь мы должны с муниципальными районами активнее работать по предоставлению земель именно тем, которые хотят это делать. Вот в этом году, надеемся, вот у нас в аренду взяло 2500 гектар земель в Канарском районе. Это Атлашевская птицефабрика. По их данным, все-таки они планируют о зиме уже посеять и расширяться там площади, потому что у нас там большой участок неиспользованных земель. Поменялся собственник в Алатарском районе, Мордов, земельный ресурс. Сейчас у нас там НДН Агро тоже увеличивает площади посевных. Ну, есть такие предприятия, на которых мы ставим надежду, да, надежду возлагаем для того, чтобы за счет них увеличить посевные площади в целом по республике. За дел есть, но хочется пожелать только удачи. Спасибо большое. Спасибо.